Еще одним знаком последнего времени стали многоэтажные дома в центре города. Долгое время самыми высокими в городе были сталинки и пятиэтажные хрущевки. В 70-80-х началась застройка западной части города. Появились новый район и старый поселок. На западе центральной части Сухума тоже возвели несколько девятиэтажек. И по какому-то недоразумению девятиэтажка появилась напротив здания МВД уже в исторической части Сухума. Вместе с 15-этажным домом правительства на площади эти два дома резко выбивались из общей структуры городских кварталов советское время. А сегодня уже несколько новых многоэтажек выросли на наших глазах. На самом деле ни в каком законе не оговаривается максимальное количество этажей. В этой сфере действуют еще старые советские нормы, которые легко нарушить. И все же высотные здания в 100 метрах от набережной не могут не вызывать вопросы. То есть это возникает вот дороговизна земли и так далее. То есть это экономно, потому что с каких-то точек зрения. Но у нас есть где-то там уже в силу того, что даже разрушены какие-то места. То есть если пока есть возможность строить невысокие здания, то конечно лучше строить невысокие здания. Я не могу вот категорически говорить, что только так или только так. Это уже должна подсказывать там общая ситуация и отношения. То есть когда это неизбежно, конечно, когда вот такие глупые там многоэтажные наши вот жилые дома просто строили, дурацкие такие. Конечно, это безобразие. Просто мы уже не помним, как было. Но они заслоняют вид в одну сторону, там в другую. Вон они там стоят. Вот эту многоэтажку построили на месте второй городской поликлиники, которая сгорела во время боевых действий 18 лет назад. Однако здание представляло архитектурную ценность, но его признали не подлежащим реставрации. Впрочем, нынешний начальник управления охраной памятников до сих пор сомневается в правильности этого решения. Как бы то ни было, сегодня здесь появилась многоэтажка в стиле современной архитектуры. И благодаря зеркальному покрытию она не слишком режет глаз. Вписать в планшафт – это одна из задач архитектуры. У нас пока таких задач вообще не ставят. Вообще у нас просто выкупил там, выдрал, выгрыз кусок земли и взял и поставил, бабахнул там то, что он захотел. То есть у нас абсолютно хаотичная застройка, причем она хаотичная еще в том смысле, что воспринимается как просто участок земли. Вот некая плоскость, на которую он должен поставить. А то, что это надо как-то увязывать с окружением, с окружающей средой, вообще вписывать, это у нас вообще нигде, кстати. Это если брать, вот я упомянул о парке, это касается и монументального нашего искусства, это вообще отдельная тема. Но точно так ставят и это тоже. Судя по тому, как развивается строительная сфера, город не застрахован от многоэтажек, которые могут появиться в самых неожиданных местах. Особенно жаль, когда ранее на этом месте располагалось историческое здание. И снова безвозвратно утеряна частичка нашей с вами уникальной истории. Субтитры создавал DimaTorzok